Ребятки, всем привет! Я снова иду по магазинам. Одела легче куртку, что-то у нас не так оно холодно на улице. Вот дождь, моросил полдня. А я только вернулась, жука покормила. Ноги что-то болят. Я уже должна с каждодневными походами ноги накачать. А у меня всё равно периодически они побаливают. Ну, усталость такая в ногах. Вот, иду. Ой, на рынок надо зайти. И во всякие магазинчики, короче, да. Тут трат больше, конечно, в городе, чем деревня. И то надо, и то надо. Сейчас народу вала в магазинах видно перед Новым годом. Просто толпы людей. Кошмар. Все что-то покупают, покупают. Я пешком хожу, переживаю каждый раз, если свет отключат, то я застряну в лифте. И придётся сидеть до пяти часов в лифте. Мне это не надо. Поэтому пешочком хожу. У нас ещё сегодня не отключали свет. И, как обычно, списков нет. Короче, неизвестно. Опять не ждать, чек будет. Пока ещё не отключали. Уже время обед. Сейчас пойду схожу по магазинам. Я люблю ходить по магазинам. Если бы ещё что-то покупать, покупать. Ребят, я уже дома. Покажу, что купила. Короче, расстроилась, потому что сработала тревога. Половина магазинов закрылись. Я не сделала то, что мне надо было. Так, что у меня тут? В мясной кухне дошла, купила один окорочок копчёный. Это мне нужно для салата. Вот такой вот окорочочек. А, тут написано цена. Килограмм 140 гривен. 139,99. 140, короче. На 61,60. Я самый большой выбрала. Вот такой вот сейчас покажу. А что у меня всё падает? Стоять. Такой окорочок. Ну, это и в этом колбасном, где я постоянно всё покупаю. Вот такой вот. Тыдыщ. Окорочище. Сейчас понюхаю. Пахнет вкусно. Редко такое покупаю, но очень вкусный салатик буду делать. Так, есть такое дело. Так, в этом магазине всё. Ну, дальше я не знаю, где чеки. Короче, кукурузу вот такую вот взяла. Консервированная. 30, по-моему, 32 гривен или 31. Что-то такое. Лене печенье Мария. Не лень за чеком идти, ребята. Чай. Вот такой вот. Зубная паста. А, вот, наверное, чек, да? Зубная паста. Ну, да. Так, зубная паста 46,80. Блендамец. Чай 21,90. Печенье 18,30. Крабовые палочки вот такие взяла. Взяла в заморозке. Замороженные. Своя линия. Они в акции. 65,90. Не замороженные такие. Стоят 115. Я по акции взяла по 65,90. И взяла вот такое вот тесто. Лыстковое. Лыстковое. Огурцы по 85 килограмм. Такие цены. Ой, ребята, грибы хотела взять. На рынке грибы уже по 130. Ну, 110. 130 мелкие, 110 такие огромные. Я только недавно брала по 85. Перед Новым годом, естественно, все дорожает. Так, дальше. Ребята, я купила морковь. Потому что у меня моя-то закончилась. Вернее, натертая у меня есть морковь на приготовление блюд. А вот целые нет. А мне нужна она для салатов. Ну, тут же оливье там и так далее. Чуть-чуть взяла. Значит, морковь 35 гривен килограмм на 23 гривен. Но это домашняя. Я у бабушки взяла. Видите, она вот такая немножко корявая. Но не хочу после своей домашней, которая вкусная, ароматная. Не хочу я в магазинах в АТБ брать вот эту вот, да, которая ровная, красивая. У бабушек взяла. У бабушки, мазаровщики. Так, и зашла в рыбный магазин. Ребята, это мойва свежемороженая. Беру тесто в сторону. 85 гривен килограмм. Я взяла грамм 700 тут, наверное. Ой, потом, потом, потом. Здесь у меня одна селедка. Я взяла свежемороженую. Я буду ее солить сама, потому что получается гораздо вкуснее. Но вы знаете, раньше свежемороженое было дешевле, чем покупать соленую. А сейчас нифига. 130 гривен килограмм. Свежая селедка, это не соленая. А соленая стоит 135 гривен килограмм. Прикиньте. Ну, короче, я одну взяла. Вот. И взяла одну скумбрию свежую. Я тоже буду ее солить сама. Ну, вот скумбрия получается выгоднее. Свежая, то есть не соленая. Стоит 150 гривен килограмм. А если соленая, то что-то там 200 с чем-то. Ну, вроде как выгоднее. Вот. И взяла, короче, я каждый Новый год. Сейчас пакеты беру, он шуршит. Солю, ребятки, сама красную рыбку. Красную икру я в этом году покупать не буду, потому что очень дорого. Вот. Я солю сама красную рыбку. Покупаю обрезь. Но в этом году цена, конечно, обрези, ну, обрезки лосося. 600 и 650 гривен за килограмм. Ребята, это капец. Вот. А я нашла по 200, но здесь обрезка лосося идет на... Попадаются шкурочки вот такие вот, видите? Но, в принципе, я тоже раньше брала такое, ничего страшного. 200 гривен килограмм. Ну, я не помню, какой тот вес у меня вышло на около 90 гривен. Вот. Ну, посолю что-то там на бутербродике, поняли? Можно будет пообрезать. Сама засолю. Все, такие покупочки. Я еще хотела в магазин зайти, но тревога. Альба, не трогай меня. Я, так самое, уставшая, капец. Потому что народу в магазинах просто зайдешь, а выйти невозможно. Ужас. Ну, и снова, ребята, мы на улице, у нас света нет. У нас по вечерам нет света. И мы ходим, бродим. Мы просто идем. Ну, да, пакет мы там хлебушка взяли, там, такое. То, что надо и не надо. Вот. И просто бродим. Сегодня в другую сторону. Туда уже дошли до конца города, идем обратно. Еще целый час осталось. С пакетами? Ну, а что делать? Их можно было. Мы как раз мимо дома проходим нашего. Вот. Можно было бы пакеты оставить, но лифт не работает. Нам на последний этаж туда все это. Сюда ходим с пакетами. Просто ходим, гуляем. Ну, а что делать тяжелый? Гуляем. Еще хотя бы 40 минут, Лена. Где сесть? Все мокрое. После дождя, видишь, дороги мокрые. После тумана. Нет, не на дороге сесть, конечно. А, а вот кафешка. Она тоже закрыта. В это время все закрыто уже. Где круассаны продают. Тоже закрыто. У нас пироженка в пакете есть. Мы могли бы там купить чайочек и попить. Короче. Нет, а здесь какие-нибудь столы. Не знаю. Вот тут раньше было, но теперь тут пивная штука. Пиво ж на каждом шагу. Ну да. А кафешек таких вот нет. Я уже не знаю, мы все закоротились. Ну да. Все, ребята, прогулялись. Только что, вот буквально 30 секунд назад дали свет. Мы все равно раньше домой пришли. Почти час сидели тут без света. Куковали. Интернета нет, нифига нет. Короче, что купили в магазинах. Вот такие вот пряники. Они в акции по 36 гривен, обычные, без наполнителя. Потому что там были и с абрикосой, и с ягодами какими-то. Это просто такие. Но они, походу, Лена, в виде зверюшек каких-то. То ли что. А елочка, вон еще что-то, короче. Лена один уже скушала. Говорит, что вкусные. Оп, пряники. Стоят. Вот так вот. Так, что еще взяли? Взяли снова по акции, ребята, чай. Мята. Махита, вернее. Махита, мохита. Чека у меня что-то опять нет. Потом хлеб, который мы последнее берем. Нам очень понравился. Южный батон одесский. Чай черный. Вот такой, 50 гривен. Стоит. Так. Одна небольшая вот такая вот капусточка. Потом два йогурта. Лене что-то захотелось. Вот такой вот взяли. Агуша. Один с бананом, а другой клубника, банан, мелиса. Вот такие вот. Они в акции по 12 гривен. Газировка. Владичка, потому что заканчивается. Маслины. Вот такие свои линии. Лен, не помнишь? Что-то 20 или 27 гривен. Что-то такое. Вот такой сыр в акции. 36 гривен. Ну, он подходит там на пиццу. Такое-то я его беру. Он недорогой. Не трогай кошку, Альма. Так. И три мандаринки. Мандаринки по 69. Климентин. Были все вялые такие, мягкие. Это все, что мы выбрали из целого ящика. Всего лишь три штучки. Остальные уже там погибли. Погибают. Так. И еще зашли в Аурору. А, ну вот еще печенье. Вот такое вот взяла, ребята. 90 гривен килограмм. Я полкилограммчика взяла. Хочу сделать, знаете, что? Шоколадную колбаску. Надо с деревни притащить. У меня там какао есть. Орехи у меня есть. Вот. Даже уже начищенные есть орехи. И можно сделать шоколадную колбаску. Там еще масло надо. Так. Лена купила себе такое пирожное. Лен, как называется? Тирамису. Давай я его сразу на тарелочку. Лен. Тирамису? Вот так. Что давай? Я говорю, как называется? Называется как? Тирамису? Тирамису. Сергей, ты в телефоне сидишь, да? Вот такое вот пироженка. Так. 30 гривен, по-моему, она стоит. Да, Лена? Не помню. Так. Можем-то есть. И заходили в Аврору. Куда-то. Взяла себе вот такую вот форму для запекания. У меня есть, но она слишком широкая, большая. А мне иногда, ну, как семья небольшая, из небольшого количества ингредиентов не хватало очень вот такой вот маленькой формы. Видите? А у меня огромная такая. Так, форма, ой, я не помню, по-моему, 110 гривен. Вот. Так. Потом вот такой вот коврик. Ой, а он помялся, надо его выровнять, Лена. Коврик вот такой вот. Надо по что-то теперь твердое его положить. Так. Значит, что по мисочкам? Завезли вот такие миски. Нержавейка. Вот такие вот. 90 гривен. Смотрите. Ну, это, в принципе, хороший толстый металл, долговечная штука. Не стала я пластик брать. Ну, потому что ничего нового не привезли. Взяла вот такую вот. Так. И что? И вот такая вот тарелочка тоже новая привезли. Ну, салатник прозрачный. Вот такой вот. Тоже что-то там гривен 80, по-моему. Так, все. Ой, ребятки, короче, вот с Леной шуршим. Немножко уборочку затеяли. О, что это? Ай, ролик от ножки. Худ, что-то башка разболилась. Проветривать открыла комнату. Тут же ковер лежал у меня. Ой, а вам видно меня-то? Блин, не видно. Я вам рассказываю, я без головы. Сейчас. Ну, я не знаю, как. Где моя голова? Вот так вот. Этот самый. Тут же ковер лежал. Блин, ну он такой страшный уже. Этим летом не стирали ковры, ничего. Вот. Вот, пылесосишь, пылесосишь. Мало того, что он весь в черстину, все, он пыльный. Я за него, под него заглянула, он в пыляки все. Короче, свернули ковер, убрали. Вон он стоит. Я не знаю, надо его как-то выбить. Ой, блин, капец, не знаю, что делать. Или прям так отнести в этот самый. Ну, он так легкий, не тяжелый, он тоненький. Отнести на мойках, где ковры моют. У нас на автомойках. Где машины моют, там и ковры. Как-то его туда отторобанить. Извиниться, может, они сами его выбьют. Единственное, за дополнительную плату. Потому что мне на дачу его тащить, чтобы выбить, это такое. Вот. Здесь, ребята, в комнате плитка кафельная. Объясняю, почему. Кто у нас новенький на канале. Вообще, ребята, это кухня. Это кухня по планировке. Смотрите. Вот это вот кладовка. Вот здесь такое маленькое, небольшое помещение. Проем, ну, вот где-то вот такой вот. То есть, вот запросто холодильник, ну, например, поместится. Вот такой где-то проем. Это кладовка. Вот здесь бетон. Смотрите. А вот тут гипсокартон. Вот здесь вот целая доска гипсокартона или фанера. Я не знаю, чего, короче. Вот. Тут была сантехника, раковина. То есть, например, кухонный уголок, кстати, плита. Вот там сверху вытяжка была. Не знаю, как. Но дело в том, что это все сделано было еще до нас. Это перепланировка. Вот. А у меня кухня сделана в спальне, в балконной комнате. Где балкон? Вот. Но здесь кухня маленькая. Здесь она, наверное, ой, я не знаю, квадратов семь. То есть, она малюсенькая. Вот. И мы, когда покупали квартиру, выбирали, я когда увидела, что перепланировка, я всегда себе мечтала большую кухню. Большую. У меня кухня получается. Ну, так, то комната, она сделана под кухню, да. Канализация, все, короче, там. То это. 16 квадратов, ребята. Ну, довольно-таки большая, я считаю. Ну, по сравнению с семью квадратами. Поэтому, когда я эту квартиру увидела, ой, Альма, поносу ударила ей. То, все, я поиски квартиры прекратила. Мне она понравилась. Вот. Но так как здесь была до этого кухня, я уже третий раз намываю. Так как до этого была кухня, то здесь положена кафельная плитка. Поняли, да? Уйди, Альма. Кафельная плитка. Ну, естественно, ее никто отдирать не будет. Вот. И вот минус кафельной плитки, когда на ней, этот самый, лежит ковер. Ребята, ковер, он ерзает. Ну, как сказать, скользит. Скользит. И он постоянно топорщится. Там, ну, то есть, ногой-то самое, он скользит. Ну, и плитка без ковра тоже опасная штука. Потому что, ну, скользко, можно упасть. Не знаю. Постирать его, да, может, на дачу. Там, блин, если бы не война, то я лень бы купила какой-то небольшой овальный такой коврик. Чисто прикроватный. Да и все. Не знаю. Ну, они сейчас дорогие, наверное. Ну, хотя, если какой-то маленький, искусственный. Не знаю даже цены. Без понятия. Где вообще у нас они продаются? Я у нас сто лет в городе ковров не видела. Не знаю, где они есть. Так, ну, пока так. Пока что-то решим. В любом случае. Вообще, ковер, ребята, это пылесборник. А он, получается, мы еле его достали. Тут шкаф стоит, ну, с книгами. И он на ковре стоял. Мы еле вытянули. И вот это вот минус ковров. Лучше просто какая-то дорожка маленькая, которую всегда можно взять, выпить. Или там даже в ванной постирать. Еще что-то. А такие вот большие массивные ковры, блин, это пылесборники. Особенно, когда животные в квартире. То вообще ковры нафиг никакие не нужны. Ну, есть вариант еще, знаете, что? Сверху на линолеум... Ой, сверху на... Что там, Альма? Нельзя. Сверху на плитку постелить просто линолеум. И прижать вон плентусаж. Есть вон? Прижать плентусами. Вот. Тоже вариант. Линолеум постелить, только какой-то нормальный, красивый. И вообще никаких ковров не надо. Да и все, какой-то под паркет такой. Так что такие дела, ребята. Это кухня была. Обои ободраны. И так мы ремонт не делали. Это ласа грызла. Потом Альма. Когда мы ее купили, она маленькая была, грызла все углы. Все плентуса полностью. Он все ободран. Ну, так ремонт и не делали. А сейчас тем более... Что ты хочешь? А сейчас тем более не до ремонтов. И, короче, так. Ну, потому что ковра нет. Все, влажная уборка легко. Ты раз, раз, раз. Тем более вот такой шваброй, ребята, вообще замечательно. Не нагибаешься. Буквально повозюкал, повозюкал и все. Тяпочку помыл, еще раз повозюкал и все. И чисто, и пыль нет, понимаете. А ковер это пыль, пыль. Постоянно. Так, все. Убирали. Нормально. Постоянно. Постоянно. Все.